На Гомельшине предпринимаются активные меры по борьбе с коронавирусом. При этом для выражения истинных проблем зараз притягиваются предприемства региона. У приватности размова идти об сродках индивидуальной охоты и дезинфицирующих сродках. Наши корреспонденты подчеркивались под обязанностями. В Белорусском Державном университете транспорту для допомоги медикам задейничали 3D-принтер. Зараз на им вырабляют специальные переходники для областной детячей больницы. Сфера их выкористания – кислородные аппараты. Переходники позволяют подключать до их одночасово два человека. Нельзя сказать, что их не мало продажа, но только в наборы с иншими комплектующими. Меж тем, с обе костюмом переходников, вырабляемых в Белорусском Державном университете транспорта, у всех около 50 копеек, а махчимость для их выработки практически не обмежеванная. Потребность такая возникла. Мы совместно определили конструкцию, были уточнены модели. И буквально вчера приступили к их печати. Сегодня первую парцию, то, что мы изготовили, мы передаем на испытания и на дальнейшую корректировку. В Институте механики металлополимерных систем у Баку от допомоги медикам не застались атаксам, а причем для вытворчасти медицинских масок заденничали истинующее обсталевание для вытворчасти полимерной пленки. Новую технологию не только худко отпрацовали, а и уже выробили некольки десятков экземпляров для гомельских больниц. У поравнаний с 3D-принтерами продукционность такого способа вытворчасти вышей у некольки разов. Работана такая маска медицинская, которая защищает медперсонал от аэрозольных выделений. Но это еще не все. Сейчас мы разрабатываем материал для использования в фильтрах, то есть фактически в повязках, которые это так называемая полимерная вата, которая используется в респираторах тоже для защиты медицинского персонала. Она у нас в двух исполнениях – это традиционная вата, либо так называемые полимерные маты, которые более технологичные и могут прямо использоваться персоналом для защиты. Значная увага в творчестве повязок, змарленья тканых материалов. Зараз ответные заказы выполняются на гомельских фабриках Коминтерн 8-го соковика, Речицким текстильным комбинатем Жлобинской швейной фабрицы. А про шатаго дагеты справы притягиваются приватные структури. Я еще один на керунок – випуск дезинфицирующих средств. На территории области начато производство дезинфицирующих средств. Это наши предприятия, которые находятся этим делом раньше не занимались. В частности, калинковские бытовые химии предприятия. За вчерашний день мы уже выпустили первые две тонны таких материалов дезинфицирующих. И, конечно, ставится задача производить их до 10 тонн в сутки. Для этого они будут поставляться и поставляются уже в формацию различной емкости. Мы начали с пол-литра. И, конечно, для таких больших предприятий в формации, как медицинских, они поставляются будут в пятилитровой тары. В воскресенье запускается новое предприятие акционерным обществом «Радомир». Это в Речицком районе. Они будут выпускать до 5 тонн. В настоящее время производится наладка оборудования. Сегодня должны быть подписаны документы. И 12 числа мы начинаем их производство. Алексин Цюров, Максим Савин, Яуген Макеенко. Телерадио. Компания. Гомель.